МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МАДОННА В СКАВАХ Человечество находится на пороге открытия, которое перевернет жизнь каждого из нас. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Откуда Леонардо да Винчи узнал о космическом шаттле, который появится только в 21 веке? Вполне вероятно, что он получал откуда-то знания уже в готовом виде. Почему средневековый художник Карло Кривелли изображал на своих картинах НЛО? Неопознанные летающие объекты, нарисованные великим художником, но не могли быть выдуманы. Каким образом автор Гулливера Джонатан Свифт узнал точную орбиту спутников Марса за 150 лет до их официального открытия? На протяжении истории на различные человеческие культуры влияла какая-то очень развитая цивилизация. Факты массового посещения Земли инопланетянами в средние века. Представители появились с других планет, и это послужило для развития человеческой цивилизации. Сенсационная версия историков. Первый в истории человечества контакт с пришельцами произошел во времена бубонной чумы. Таких форм чумы вы вообще не видели? И именно первый в истории человечества контакт стал причиной появления на Земле вампиров. Некоторые скелеты придавлены огромными булыжниками, другие стискивают зубами странные черные камни. Вампиры! Забудьте все, что вы когда-либо о них слышали. Правда намного страшнее. Тайны мира. Вампиры. Здравствуйте, с вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. В июне 2012 года неподалеку от болгарского городка Созополь археологи Софийского университета нашли странное захоронение. Два скелета, которым более трех сотен лет. Вид древних могил поверх ученых в шок. В каждый из тел был воткнут массивный железный кол. Современные исследователи уверены, в средние века так поступали с теми, кого считали вампирами. Впервые ученые подобрались к разгадке тайны вампиров так близко. Множество легенд и мифов о них сложили разные народы в разное время. Могли ли вампиры существовать на самом деле? Если да, то есть ли они сейчас? Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется в Болгарию, чтобы своими глазами увидеть скелеты вампиров, которые столетиями покоились под землей. Неужели темные легенды Средневековья оживают в наши дни? Летом 2012 года один за другим исследователи извлекали из глубокой ямы старинные артефакты, монеты и орудия труда. Но внезапно археологи наткнулись на человеческие кости. Два средневековых скелета, мужчины и женщины, обнаружили местные археологи. Мы обнаружили два скелета, и первое, что нас удивило, они были захоронены как бы отдельно от общих могил. Такое ощущение, что после смерти их выкопали и перенесли подальше от населенного пункта. По какой-то причине их даже в гробы не положили. Но самый удивительный способ, каким были погребены эти два человека. Археологи обнаружили, что тела были сильно изуродованы. Видимо, кто-то подозревал, что покойники могут выбраться из могил. У скелетов отсутствовали некоторые кости. Но самое главное, грудная клетка была проткнута деревянным штырем. Эти кадры обошли весь мир. По этическим соображениям мы не показываем полную версию этого видео. Румыния. Родственники покойного сельского учителя Петра Тома самовольно экскумировали его тело, чтобы извлечь сердце мертвеца и затем сжечь его в ходе странного обряда. На допросе члены семьи все как один утверждали, покойник повадился ходить к ним по ночам. Но это всем известно. Если покойник ходит по ночам, надо сжечь его сердце. Порошок высыпать в воду, а воду выпить. Тогда он больше приходить не будет. Казалось бы, дикий случай, но отнюдь не единственный. Почему-то именно в этих краях, в Румынии, Болгарии, Молдове, боятся покойников. Местные крестьяне из поколения в поколение передают колдовские рецепты. Что делать, если ночью к вам в дом повадился ходить мертвец? Их, естественно, либо сжигали, либо, так сказать, насильственно убивали. И второй раз даже убивали, как бы после смерти. Потому что верили, что этот человек мог бы воскреснуть после своей физической смерти. Почему именно в этих краях считается, что умершие опасны для живых? Польша, Украина, Австрия, Венгрия, территория государств бывшей Югославии. И, наконец, Россия. Эпидемия вампиризма преодолевала не только географические границы, но и религиозные предубеждения. В разных странах, городах и деревнях люди описывали это явление одинаково. Совпадали даже малейшие детали. Мы расскажем, где именно зародился вампиризм и как он смертоносной волной накрыл всю Европу. Все появления вампиров за всю историю человечества фиксируются почему-то в одном и том же уголке земного шара. Случай с семьей Петра Тома, вызвавший скандал во всем мире. Городок Краева, юго-запад Румынии. Знаменитый прототип графа Дракулы, Влад Цепеш, жил здесь же, недалеко от Бухареста, столицы Румынии. Вампирское кладбище, обнаруженное в июне этого года. Созополь, Болгария. Знаменитая вампирша Диана Семенуха. Одесса, Украина. Секта вампиров Красный Дракон. Городок Измаил, Южная Украина. Единственный вампир, приговоренный к пожизненному заключению Юрий Яганов, Калининград. Наконец, слухи о ходячих мертвецах и способах борьбы с ними распространены только в юго-восточной Европе. Это известные нам Румыния, Венгрия, Австралинингерская империя, бывшая территория. Частично Украина, частично Албания, Балканский полуостров. Вот, например, в Юго-Восточной Азии, да и в Азии целиком, вы не найдете случаев вампиризма. В прошлом та же картина. Посмотрите на карту. Вот здесь, на границе болгарской варной и албанской тираны, отмечены первые исторически достоверные случаи появления вампиров. Потом они появляются в соседних странах, распространяясь на запад, север и восток. Участки образуют круг, замкнув в кольцо всю юго-восточную Европу и южную часть России. Турецкая империя, вот ее граница. Здесь Австралинингерская граница. И вот территория между ними пограничная. Сербия, Валахия, где как раз происходила эпидемия вампиризма. Почему именно эти места и именно эпоху Возрождения выбрали вампиры для того, чтобы показаться миру? Вот этот процесс, он какой-то имеет автоколебательный механизм. Эти очаги разогреваются, начинают пульсировать, угасают. Следующие пульсации, как правило, бывают больше, активнее, сильнее, больше увлекают людей. Историки гадают, почему именно в этот исторический период интеллектуальная элита Европы внезапно получила огромный объем сакральных знаний. Кто спровоцировал эпоху великих географических, научных, медицинских, физических и химических открытий? Ренессанс, Возрождение. Что такое Ренессанс? Откуда он вообще все-таки взялся? То, что это был переворот, полный в умах, в представлениях, это факт. У людей полностью сдвинулась картина мира. Эксперты уверяют, именно в это время в дела людей впервые вмешались нечеловеческие силы. Смотрите после рекламы. Главная тайна Средневековья. Откуда Леонардо да Винчи знал устройство космического корабля инопланетян? Вполне вероятно, что он получал откуда-то знания уже в готовом виде. От кого Джонатан Свифт в 1726 году получил координаты спутников Марса? Как он мог их описать, если такого научного факта в природе не существовало? И почему именно в это время появились первые легенды о вампирах? Это связано с массовым захоронением жертв бубонной чумы. В 1726 году Джонатан Свифт, знаменитый писатель и философ, опубликовал свои соображения о строении спутников Марса. В своем знаменитом романе «Путешествие Гулливера» автор упоминает два спутника Марса, открытые только в 19 веке. Он указал и расстояние от Марса до ближайшего спутника и период обращения. Но какой точности были данные у Свифта? Через сто лет выяснилось, что эти показатели практически полностью совпадают с астрономическими вычислениями, сделанными гораздо позже. Необходимых приборов у Свифта не могло быть. Значит, ему кто-то рассказал, кто передал человеку 18 века, знания о строении Солнечной системы. На протяжении истории, значит, на различные человеческие культуры влияла какая-то очень развитая цивилизация. Свидетельств присутствия высшего разума в эпоху Возрождения насчитывается огромное количество. Художники, поэты и прозаики упоминают в прямой и аллегорической форме различные летательные аппараты, приносившие свет знаний просвещенным людям. На картине итальянского художника Карло Кривелли, созданный в тот же период, располагается летающая тарелка, испускающая луч на голову молодой девушки. Изображение, которое имело целью донести факт встречи. Что вот встретилось человечество с этими неизвестными носителями, для них неизвестными носителями знаний, носителями загадок, носителями тайн, которые технологий, опять-таки, новых. Английские искусствоведы, исследовавшие полотно да Винчи Мадонна в скалах, сделали сенсационное открытие. Фрагмент картины, затушеванной Леонардо, скорее всего, содержит какой-то технический объект. Он был изображен только в виде наброска, и точную форму определить не удалось. Механизмы, изображаемые великим художником, порой не поддаются объяснению. Леонардо да Винчи в своих знаменитых кодексах написал массу предсказаний. Совершенно непонятно, откуда у него брались такие инженерные познания. Одному человеку такой комплекс знаний, то есть это должна быть команда инженеров. Вполне вероятно, что он получал откуда-то знания уже в готовом виде. Количество технических новинок, изображенных Леонардо, поражает, откуда у художника могли оказаться знания, опередившие время на сотни лет. Не исключено, что поводом того, что у некоторых людей происходило в темные века, в абсолютно необразованной среде, такой всплеск интеллектуальных знаний, что они могли получать их от посещающих Землю инопланетных существ. Уфологи утверждают, именно в эпоху Возрождения человеческая цивилизация достигла того уровня развития, когда стал возможен первый контакт. Многие авторы, многие, я подчеркиваю это, обращали наше внимание на подробности, которые проявлялись в моих картинах, в виде вот таких непонятных небесных объектов. Вот картина итальянца, великого итальянца, Мазалина до Пениколи. Мы видим целый боевой порядок таких объектов. Они находятся на Земле, вблизи нас, выполняя главную задачу охраны и помощи человечеству. Уфологи предполагают, представители внеземной цивилизации установили первый контакт с человечеством еще в средние века. Именно они спасли молодую Европу от эпидемии чумы. Именно они передали людям противоядие, без которого Земля бы опустела. Но именно они открыли дорогу в наш мир для существ, называемых вампирами. За последнее время по всей Европе были найдены десятки таких захоронений. Некоторые скелеты придавлены огромными булыжниками, другие стискивают зубами странные черные камни. Третьи погребены под толстыми многотонными плитами. И все они насквозь проткнуты острыми железными колами. Болгарские историки несколько месяцев изучали находку. Были отправлены запросы в археологический институт города Софии. И вот тут появилась первая зацепка. Выяснилось, всего в 50 метрах от найденного кладбища в 17 веке располагалось захоронение, содержащее чумную палочку. Мы предполагаем, что пара, найденная отдельно, та, которая с металлическими кольями в груди, как-то связана с массовым захоронением жертв бубонной чумы. Потому что время захоронения одно и то же. Июнь 2006-го, Венеция. Ученые исследуют крупный средневековый некрополь. Сотни тел. Жертвы самого беспощадного убийцы в европейской истории. Черного мора или бубонной чумы. Среди сотен скелетов исследователи обнаружили странную находку. Череп, который сжимает в зубах тяжелый камень. В этих краях проводили именно такой ритуал, чтобы уничтожить вампира. Кто и почему так жестоко расправился с этим телом? Как оно оказалось в этой братской могиле среди бесчисленных жертв черной смерти, поразившей всю Европу? И могут ли эти две находки в Италии и Болгарии как-то быть связаны между собой? Готовы ли вы поверить, что вампиризм – это страшная эпидемия? Сродни чуме или холере? Веками этот кровавый недуг уничтожал целые деревни и даже города. Звучит, как сценарий готического фильма ужасов. Поверьте, правда намного страшнее. Первые упоминания о массовой эпидемии чумы появились еще за три тысячи лет до нашей эры в преданиях древних шумеров, жителей Междуречья. На 12-й глиняной табличке из города Урук сказано «В городе побывал бог Эрра. Мертвые лежали в домах, лежали на широких улицах и площадях и плавали в водах Ефрата». Шумеры принадлежали какой-то языковой семье и к семье каких-то народов, которые просто вымерли. И от них не осталось никакой памяти, как не осталось и их родственников. Удивительно, но на следующей табличке из Урука археологи расшифровали рассказ о мирной жизни Междуречья. Ни Великий мор, ни катастрофа не упоминаются. Невероятно, но вместо того, чтобы перекинуться на соседние народы, эпидемия чумы необъяснимым образом остановилась. Зато среди сельскохозяйственных записей и долговых расписок на табличке есть упоминание о богах, спустившихся с неба. Представители появились с других планет, возможно, пришельцами с других планет были, и они внесли в жизнь шумеров совершенно иное видение мира. Они стали развиваться, и они стали сами какие-то технологические новшества применять в своей жизни, в своем труде. И это послужило для развития человеческой цивилизации. В Библии существуют упоминания о том, как морские разбойники-филистимлине захватили ковчег Завета и доставили его в свой город. В первой книге царств говорится, наутро на город и всю его округу обрушилась страшная болезнь. У людей появились наросты язвы. Почти все население города гибнет. Как только филистимлине плохо себя повели, унесли ковчег Завета, сразу их стала поражать чума. Они его вернули, и все стало у них хорошо. Россия, 1878 год. Казачью станице Ветлянской Астраханской губернии накрывает волна страшных смертей. На протяжении двух месяцев в страшных муках умирает более 400 человек. В станице высаживается целый десант именитых врачей. Но побороть эпидемию им не удается. Внезапно 12 января 1879 года без видимых причин эпидемия останавливается. Она, выкосив какую-то часть населения Ветлянки, она также внезапно оборвалась, когда уже считали, что невозможно с ней справиться. Когда уже казалось, что все усилия, которые предпринимали русские врачи, эпидемиологи, для борьбы с этой чумой, уже ни к чему не приводят. И все просто ждали смерти. Она сама внезапно оборвалась, просто резко оборвалась. Какая сила останавливала массовое вымирание целых городов? Перед вами картины известнейшего художника Питера Брейгеля, созданная в начале 15 века. Знаменитый голландец отразил на своем полотне триумф смерти, весь ужас эпидемии бубонной чумы, унесшей около трети населения Европы. Так же обыденно, как, например, было умереть от старости, так же обыденно было умереть от чумы. Вот среди всего этого страшного смрада, трупов среди на улице, будет лежать и твой труп. А так, ну да, тебя подцепят крюками эти мортусы, так называемые, которые собирали эти трупы в чумных городах, и утащат тебя куда-то в братскую багилу, свалят и засыпут. По статистике, в 14 веке чума унесла жизни около 100 миллионов человек, при том, что население Земли тогда не достигало и полумиллиарда. Многие города и даже области вымирали полностью. Исследователи уверены, человечество было обречено. Но в последний момент кто-то вмешался. Кто мог остановить эту ужасающую болезнь? Невероятно, но ответ находится на знаменитом триптихе учителя Брейгеля Иеронима Босха – сад земных наслаждений. Огромная картина была предназначена для домового храма и освящена церковью. Сюжет типичен для живописи того времени. Слева сотворение мира, в середине изображена идиллия, справа располагается ад. Но посмотрите на объекты, повторяющиеся на всех трех частях картины. Устройства, изображенные Босхом, поразительно похожи на то, как сегодня изображаются космические аппараты пришельцев. Каким образом художник мог изобразить такие аппараты в 15 веке? Да, сейчас мы можем сказать, что это похоже на подводные лодки. Я скажу так, это похоже на механизмы в представлениях тогдашнего человека. И я думаю, что человек тех времен уже понимал, что эти механизмы когда-нибудь приведут его в небо, научат его лететь. Откуда у живописца 15 века настолько точное представление о том, как должен выглядеть космический корабль? Исследователи уверены, художник видел эти аппараты воочию. Неопознанные летающие объекты, нарисованные великим художником, но не могли быть выдуманы им. Совершенно очевидно, нет ни мотивации, ни смысла придумывать эдакие вещи и просто вставлять их в картину. В этом нет смысла, ведь картина – это отображение смыслов. Исследователи предполагают, на этой картине изображен момент спасения земного города от эпидемии чумы. И именно в тот момент, когда существование человечества как цивилизации было поставлено под угрозу, откуда-то появилось противоядие. Больные начали выздоравливать. Даже в современных условиях остановить эпидемию непросто. Для этого нужна массовая вакцинация. А те времена, когда врачи лечили исключительно травами, а болезнь выкосила уже пол Европы, кто и как сумел ее остановить всего за несколько месяцев. И в то время все-таки посещали нашу планету определенные виды цивилизации, которые именно людей похищали и, в общем, выкачивали кровь. Мы существуем благодаря тому, что они нас защищают, как какой-то некий огород, где мы растем и нами питаются. Это прозвучит совершенно невероятно, но одновременно с первыми людьми, излечившимися от чумы, появились и первые сведения о вампирах. Смотрите далее. Эксклюзивное интервью человека, который перевел древние засекреченные трактаты. Явление вампиризма, оно никуда не исчезло с тех пор. Секретные архивы Великой Инквизиции. Что скрывал папа римский Бенуа 14-й? Прямо сейчас вы увидите реальные исторические документы, которые способны любого лишить сна. Неужели средневековая эпидемия снова угрожает человечеству? Критерии вампиров какие? Это бледность, боязнь света солнечного. Болгарские археологи продолжают изучать странные средневековые останки с камнями во рту. Внезапно в расследовании появляется новая ниточка. Почти 500 лет назад здесь, на этом самом месте, располагался замок правителя города Созополь Станислава Кривича. Вообще у нас не принято о нем говорить. Это очень загадочная личность. Правление Кривича пришлось на тяжелые времена. В 14 веке в городе свирепствовала очередная эпидемия чумы. В летописях говорится, что Кривич обладал некими познаниями в медицине. Он лично намещал больную. Через несколько дней пронеслась молва. Кривич заразился. На утро врачи, обследовавшие мэра, констатировали смерть. Но во время церемонии погребения случилось необъяснимое. На глазах у сотен скорбящих покойник открыл глаза. Легенда гласит, в день своих похорон Кривич ожил и встал из гроба. Что-то происходило в этом городе и связано с этим мэром действительно загадка. После удивительного воскрешения Кривич сильно изменился. Вместе с женой Анной он замкнулся в своем замке и перестал выходить на люди. Свидетели утверждали, по ночам слуги Кривича силой уводили зараженных чумой в поместье правителя. Больше этих людей никто не видел. Местные жители обратились в святую инквизицию. Летописи свидетельствуют. Группа представителей святого престола мгновенно появилась в городе. Приговор вынесли незамедлительно. Кривич и его жена были схвачены и подвергнуты пыткам. Великий инквизитор Алгацель отдал приказ уничтожить все материалы дела и вообще все бумаги, в которых упоминалось имя Станислава Кривича. Но часть этих бумаг, утверждают исследователи древности, до сих пор хранится в архивах Ватикана под грифом «совершенно секретно». Эти документы содержат информацию о том, кто такие вампиры на самом деле. Ватикан выступает, он может выступать действительно в защиту человеческой расы с благими намерениями, чтобы хоть как-то повлиять на этих сущностей, чтобы нас не уничтожили они. Именно инквизиция, уверенные исследователи, первой получила информацию о посещении Земли представителями иной цивилизации. И именно агенты великого инквизитора Алгацеля получили приказ уничтожать контактеров и любую информацию о них. И именно они разобрались первыми. В костюмах чумных врачей в зараженные дома средневековой Европы входили инопланетяне. Неизвестно, кто первым догадался, что кровь человека, получившего такую инъекцию, сама по себе является лекарством. Но охота за кровью выздоровевших людей, как за редким снадобьем, действительно началась в самый разгар чумы. Именно так и появились вампиры. Это одна из моих любимых книг. Она остается бестселлером на протяжении десятков лет. Роман «Дракула» Брэма Стокера вышел в 1897 году и принес автору оглушительный успех. Раньше я часто перелистывала эту книгу на ночь и местами действительно испытывала чувство ужаса. Теперь-то я понимаю, роман «Дракула» Брэма Стокера всего лишь гениальная мистификация, не более. Но прямо сейчас вы увидите реальные исторические документы, которые способны любого лишить сна. Этот человек впервые стоит перед объективом телекамеры. Белорусский ученый Вадим Деружинский уверен, у него слишком много недоброжелателей. Вампиры, которые существуют до сих пор, не хотят, чтобы их тайна была раскрыта. Явление вампиризма, оно никуда не исчезло с тех пор и продолжает в той ли мере существовать и сегодня. Даже исследователи аномальных и лень боятся использовать это слово. Всю свою жизнь Вадим Деружинский посвятил изучению реальных случаев вампиризма. Чтобы постичь одну из самых страшных тайн истории человечества, он несколько месяцев провел в Италии. Работал в закрытых библиотечных архивах, изучал тайные средневековые писания. Я сделал полный перевод вот этих документов на русский язык. Такого полного, другого нет. Исследователь выявил закономерность. Каждый раз после эпидемии бубонной чумы на Земле наблюдался всплеск вампиризма. Деружинский предположил, противоядие, которое представители внеземной цивилизации вводили землянам, действовало недолго. После того, как сыворотка переставала действовать, у людей начинались необратимые изменения. Люди, излечившиеся от чумы, превращались в чудовищ кровопийц. Только зрителям нашей программы Вадим Деружинский согласился показать доказательства, содержащиеся в таинственных рукописях. Из письма папы римского Бенуа XIV, 1734 год. Описанные события происходят в 20 километрах от города Белград, Сербия. Уже погребенные мертвецы выходят из своих могил, не разрушая их, и убивают многих людей. Эти преступления совершаются ночью, во время сна жертв, которые лишаются своей крови и затем умирают на исходе третьего дня. Этих воскресших мертвецов, названных в этих местах вампирами, находят в своих могилах, можно было бы поверить, что они живы. Это реальные исторические документы. Более того, они составлены одним из самых уважаемых людей своего времени, человеком, который не был склонен к мистике и суевериям, скорее наоборот, славился своей рациональностью и здравым рассудком. Но сам Папа Римский Бенуа XIV был убежден, вампиры действительно существуют. В средние века прибегали к радиокальным способам, те, которые, так сказать, в общем, подказывала к самокрови. То есть, если в крови не хватает, так сказать, элементов кроветворения, они, в общем, эти элементы пытались восполнить с помощью питья крови. Критерии вампиров какие? Это бледность, боязнь света солнечного, это боязнь чисто физическая, потому что начинаются ожоги, потому что нехватка гемоглобина в крови. Эти древние писания могли серьезно подорвать авторитет Ватикана, ведь в них утверждается, не только святые нетленны. Не подвергаются тлению и те, кого породила тьма – вампиры. Чтобы не было вот этой двойственности, решили в церкви вообще закрыть вопрос о вампирах, будто их не существует, будто их не было. И научная позиция была тоже примерно такой, если можно так сказать, джина просто загнали в БТС. Смотрите далее. Что кроется за средневековыми легендами о бессмертии оборотня? Это комар, в который впадает человек больной вампиризмом. Можно ли вылечить вампиризм? Таких форм чумы врачи не видели. И последняя тайна – средневековье. По строению эта бактерия напоминает чумную палочку. Мы возвращаемся в Болгарию, город Созополь. Ученые несколько месяцев изучали уникальную находку – останки двух средневековых вампиров. Пытаясь постичь одну из главных загадок истории, они в буквальном смысле двигались на ощупь. Что нужно искать? На что обращать внимание? Особенности строения костей или выпуклости черепа? Что может отличать эти скелеты от подобных им человеческих останков? Была использована самая современная научная аппаратура, самые совершенные методы анализа. Компьютерная томография, лазерное сканирование – ничто не давало ответа. Наконец были взяты пробы генетического материала. И вот тут появилась очень странная зацепка. Мы провели анализ костного вещества зубов и обнаружили нечто, что до сих пор не знаем, как трактовать. Видите ли, единственное, что объединяет эти два скелета и отличает их, предположим, от других человеческих останков – это бактерия. По строению она напоминает чумную палочку, но в несколько измененном виде. Что это? Неужели чумная палочка, хорошо известная ученым, могла мутировать? Или это и есть последствия загадочной генной модификации, проведенной над людьми? Чем больше генетический потенциал клетки, тем больше вероятности всевозможных мутаций. Оказалось, как было измерено последние несколько лет, что геном микробной клетки в сто раз превышает геном клеток человека. То есть генетические микробы более изощренны, более искусны, чем мы с вами. Современная наука наотрез отвергает существование вампиров. Ученые утверждают, легенды о живых мертвецах всего лишь порождение первобытных страхов. Но знаете ли вы, что несколько веков назад феномен вампиризма являлся предметом официальных научных исследований? Лучшие медики того времени проводили эксгумации и делали доклады при дворах монархов. Возможно, мы недооцениваем открытие средневековых эскулапов. Еще средневековые врачи подметили – вампир может питаться энергией живого человека. Мутации, которые произошли в организме людей, ставших вампирами, позволили им забирать жизненную энергию у живых. Даже сытый вампир опасен тем, что на уровне биологической энергии может забирать жизненную силу у живого человека. Есть люди, которые способны, можно сказать, человека определенного, то есть лишить позитивной энергии. Представьте себе, что это, как бы, может быть похоже на некую микросхему. Это мы называем трагедитические вампиры, а может, это некие люди, которые являются коммуникаторами в нашем сложном мире. Анастасия Карамова, москвичка, 21 год. Настя говорит, иногда у нее внезапно возникает необъяснимая потребность отнять жизненную энергию у другого человека. Когда плохо, мне достаточно просто, не знаю, лечь, касаясь человека, близкого, допустим, мамы, парня, лечь, не знаю, положить руку себе на голову его или просто взять за руку, через некоторое время полежать там, не знаю, посидеть с этим человеком в тишине, в спокойствии, вот, расслабиться, боль уходит. Приступы болезни происходят нечасто, и предугадать их Настя не может. Поставить диагноз врачам не удалось. Клиническая картина заболевания под названием энергетический вампиризм Вампиризм науке неизвестно. Вампиризм связан не с заражением чем-то, а передается как-то по наследству, какими-то генами, что это какой-то генетический сбой. Возможно, ключом к разгадке тайны заболевания Анастасии станут ее частые депрессии и апатии. Исследователи считают это далеким отголоском явления, называемого вампирской комой. Это кома, в которую впадает человек, больной вампиризмом. Это коматозное состояние, чем-то похожее на литрагический сон. Литрагический сон может длиться и 2 года, и 20 лет. Аналогичная вампирическая кома может длиться тоже и несколько лет, и десятилетия. Современная медицина успешно борется с состояниями перевозбуждения. Однако, оказавшись в состоянии вампирской комы, мозг может получить повреждения, несовместимые с понятием душевного здоровья. Смотрите далее. За ними тянется кровавый след. Современные вампиры выходят на охоту. Главная цель была – это напиться крови и успокоиться. Вирус вампиризма. Неизвестное науке заболевание или бактериологическое оружие? Это эпидемия. Вампиризм заразен, как чесотка. Вампиры. Забудьте все, что вы когда-либо о них слышали. Правда намного страшнее. Эта капля уникальна. В ней все, что вы хотите знать обо мне. Цвет волос, глаз, привычки и даже мой интерес к самым мистическим тайнам тоже отражается в ней, как в зеркале. Крошечная капля крови содержит всю информацию о человеке. В том числе, каждая капля человеческой крови содержит мириады бактерий. Бактерии – один из самых загадочных и малоизученных микроорганизмов. Они появились на Земле задолго до человека. Беспрепятственно проникая в наш организм, микробы могут быть настоящей бомбой замедленного действия и ждать своего часа. У многих, большинство людей, которых я смотрел, она загрешена. Встречаются структуры, которых описать и понять, что это такое, не удается. Появляются какие-то... Что-то вроде грибов хищных, которые что-то проникают и уничтожают эритроцит. Какие-то щупальцы выпускают, двигаются очень быстро в отличие эритроцитов. Более того, ученые утверждают, мы недооцениваем реальную власть бактерий над нами. Именно эти микроскопические организмы способны влиять на сознание, и зачастую они и диктуют нам наши желания, мысли и поступки. Человек приспосабливается для того, что ему подсказывает внутренний голос, образно выражаясь. А внутренний голос, в данном случае, может быть и его деятельность микроорганизмов. Человек прислушивается к тому, что хотят его микробы. Влияние микроорганизмов на мозг человека до конца не изучено даже современной наукой. Считается, что они не могут свободно перемещаться по организму и преодолевать блокировку иммунитета. Однако мутации, привнесенные инопланетным разумом, могли изменить структуру микроорганизма самым неожиданным образом. Вампиры, как правило, сегодня им диагноз – это шизофреники. Это, как правило, люди психически ненормальные. Калининградская психиатрическая больница – одно из самых закрытых учреждений на территории России. За этими решетками годами живут те, кому неведомо чувство жалости. Для современных вампиров не имеет значения, кого убивать ради крови. Главная цель была – это напиться крови и успокоиться. Человек, ради которого мы приехали в Калининград, на первый взгляд спокоен и даже улыбчив. Во время интервью он не смутился ни разу, хотя рассказывал такие подробности, от которых волосы встают дыбом. Когда убивал, кровь стекала, я убивал кровь. Брал ладошку, ходил, как в зомби, ложился спать, и просыпал, спать ничего не было. Исследователь вампиров Вадим Деружинский уверен – потомки тех, кто был заражен противоядием инопланетян, могут проявить признаки вампиризма даже через несколько поколений. Жажда крови в них неистребима. В этой эпидемии говорили вампирологи эпохи Просвещения, что вампиризм заразен как чесадка. Что является возбудителем? Вирус или какой-то иной там патогенный агент? В любой момент предрасположенность к вампиризму может активироваться и заставить человека испытывать неутолимую жажду крови и потребность впадать в вампирическую кому, необходимость убивать и чувствовать свое превосходство. Вот это вот навязчивое состояние обладевает человеком сознанием, он это делает, через какое-то время опять все повторяется циклами. Ученые из Франции выяснили – мутировавшая бактерия чумы, опаснейший в человеческой истории – вампир. Этот микроскопический организм, переживший генную модификацию, питается исключительно кровью. Именно в этой среде он живет и размножается, при этом как бы поедая человека изнутри. После генной модификации бактерия получила новые непредсказуемые свойства, способные навсегда изменить историю человечества. Если именно эту бактерию болгарские ученые обнаружат в костном веществе средневековых вампиров, можно будет считать доказанным – вампиризм – это болезнь. И занесли ее на Землю представители иной цивилизации, посетившие человечество в средние века. Останется только вопрос, было ли это случайностью или вторжением. Что может быть страшнее опасности, которую мы отказываемся признавать? Кто может быть беспощаднее человека, который однажды почувствовал вкус крови? Оглянитесь по сторонам. Возможно, вампиры ближе, чем мы думаем. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть.